Избирательный участок 1284, он располагается в шестой школе, открылся по расписанию в 8 утра. Но, естественно, сотрудники территориальной избирательной комиссии и наблюдатели были здесь уже раньше, потому что нужно было проверить электронное оборудование. Урны для бюллетеней необычные, а электронные. Они соединены с принтером и выдают результат сразу в конце голосования. За ходом голосования наблюдают сразу несколько представителей политических партий и отдельных кандидатов. Самому молодому 19 лет. Наверное, это один из самых молодых наблюдателей во всем Ленинском районе. Нам удалось с ним пообщаться. Первые выборы и захотелось посмотреть, как это все проходит. Ну и потом всегда было это интересно и, собственно, развить такой некий миф о том, что молодежь не социально активна. Все нам показали, что все пустое, все работает. Ну, достаточно много людей. То есть сейчас за последние полчаса пришло. Ну и вроде все довольны. Никто не жаловался еще. Тайну голосования обеспечивают специальные занавески на кабинках на этом участке. Их две. За первый час проголосовало уже несколько десятков человек. Вот что сказали первые проголосовавшие, первые избиратели. Это же выбор наш. Как мы выберем, так мы и будем жить. Поэтому, если мы не будем делать выбор, значит, мы, получается, равнодушны к своей стране. Ну, а мы нет. Мы неравнодушные люди. Всех кандидатов знаете? Почти да. Программы читали? Да, конечно. Изучали, смотрели, читали. Это же наше будущее. Всегда принимаете участие в профессиональном линии выборов? Обычно всегда. Да. Почему? Ну, надо проголосовать. Всех кандидатов знаете? Ну, практически всех. Протокол избирательной комиссии, как и другая справочная информация, представленная здесь же, на избирательном участке. Вот, например, часть этой информации за моей спиной на стенде. Всего на участке 1284 зарегистрировано более 1300 избирателей. Для тех, кто не сможет по состоянию здоровья прийти сюда, в школу и проголосовать, приготовлены специальные переносные урны. Члены избирательной комиссии доставят их на дом к таким людям, которые, к сожалению, не могут покидать свой дом. Для избирателей выборы проходят за один день. А вот для сотрудников избирательных комиссий все немного по-другому. Подготовка занимает несколько недель. Вот, что об этом рассказал председатель избирательной комиссии, с которым нам удалось пообщаться. Учеба проходила как у нас в районе, так и в Домодедово ездили. То есть обучали всему и все. А до этого участвовал в выборах как член избирательной комиссии. Но в связи с тем, что председатель, к сожалению, заболел наш, и по состоянию здоровья не смог участвовать, то коллектив решил выдвинуть мою кандидатуру. Сегодня первый день в новом качестве не только для председателя участковой избирательной комиссии, но и для некоторых избирателей. Здесь, на участке, ждут около 10 человек, которые будут впервые отдавать свой голос за депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Для них приготовлены вот такие вот специальные подарки. Это сертификат и календарь. Алексей Пименов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.